добрый день и всем любителям пошаговых стратегий у микрофона хью мы с вами продолжаем играть в милене на максимальном уровне сложности за россию в общем то как как и планировал как и говорил по моему на последней трансляции что короче говоря по наше прохождение переезжает на формат серий потому что ну я так смотрю не зацепило людей играю для меня большая загадка почему вот ну я правда не знаю как бы вот когда цивилизацию снимаешь там прямо такой ажиотаж там все ждут выхода новых серий приходят смотрят милене почему-то людям не заходят но возможно тут проблема в том что в эту игру наверное интереснее собственно говоря играть чем наблюдать за ней хотя разница особо не ну и разница конечно есть не знаю не знаю опять же все будет зависеть то как будут игру в дальнейшем развивать займет ли она свое место вот human kind вроде бы тоже такая неплохая игра одну и красиво выглядит и так далее и тому подобное но вот к сожалению чем ближе к концу партии в нее становится неинтересно играть по какой-то причине непонятный вот здесь ну не знаю посмотрим насколько это будет дальше интересно интересно что ж какова ситуация у нас с вами на карте нас продолжается война с римом я напоминаю мы здесь усиленно от него обороняемся у нас есть два форпоста скажем так вот мы немножко отстаем по исследованию довольно сильно отстаем но надо это как-то наверстывать надо это как-то на рост кстати говоря тут какой-то небольшой апдейт выходил теперь тут какие-то значки появились которые как бы позволяют контролировать что у нас происходит вот допустим в санкт-петербурге на следующий ход будет недовольство а вот у меня тут есть какой-то вассал да здесь рядом с ним находится армия то есть стало немножко понять не дачу надо как в санкт-петербурге да вот здесь типа восстания будет давайте просто сделаем лучшим городского стражника до военного резерва вот и по идее до недовольства минус 2 и 7 все хорошо так но вы естественно здесь остаетесь никуда не идете и давайте мы с вами наверно ход закончим я вот не знаю пока чем мы будем делать у меня там были какие-то по планы и мысли в конце предыдущей серии но я естественно их уже успел подзабыть вообще наверное одна из первых моих задач это ну чтобы города росли очень быстро то есть надо везде держать по 200 процентов роста по возможности ну хотя бы основные потребности закрывать давайте наверно на этом сосредоточимся дальше уже там будем думать про производственные цепочки и так далее там подобное так какие-то варвары у нас здесь появляются около зулуса чё там у него случилось непонятно плохо себя вел наверное мы по-моему на последней трансляции да я отправил посла в грецию так что-то за битва была такая интересная так а это что оставшие были какие-то или кто отправили своего посла в грецию теперь с грецией у нас налаживаются отношения сейчас нам нужно немножко там подкопить очков дипломатии и мы сможем основать посольство и что-то там дополнительное условно говоря выкачивать из них посмотрим да вон там смотрите вон оставшие появляются довольно таки много их я смотрю появилось оптимизация конечно блин игры это трэш какой-то просто ну что вот это такое ого они мне разрушили город вот твое да блин а я на него столько копил а что это вообще как как они вот взяли и просто появились но из ниоткуда что случилось как бы что 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 произошло у меня все было в порядке у меня не было никаких то есть у меня даже хаос здесь еще не накопился ем и играет и больше запускать ту битву только запустил понятно здесь моего этого просто разбили и он там можно у нас есть возможность восстанавливать эти города у нас есть возможность восстанавливать города через способность строительства только это нужно 50 очков накопить у меня сейчас идет 35 очков и тут идет 6 очков заход но не то чтобы сильно много что это за тварь и так сказать пришли к нам интересно так тут ничья поэтому атаковать мы здесь не пойдем и не будем блин я так-то думал про то чтобы взять армию еще одну я так понимаю что вот у рима вот этот я как минимум город могу не города вассала могу отхватить вот могу наверное у зулусов вот этого вассала отхватить потому что это как бы ну наверно считается нейтрально какой-то территории все таки фиг его знает посмотрим разберемся так что у нас в ставрополе был доделан колизей хорошо культура у нас еще плюс один должна пойти это здорово ставрополе тут галеру можно делать но она нам не требуется так на что нам все таки нужно сосредоточиться в первую очередь на самом деле вот хочется делать все естественно наверно все таки надо что-то типа начинать со знаний и потом уже идти во что-то другое так здесь у нас разведчик то вы только это живой так оказалось да ты посмотри сколько там сколько там народу то ходит слушай может нам тогда пробовать вот в эту сторону уйти блин а я как раз таки к варварам подошел да да тут не лучше ситуация не особо лучшим а вернуть я его не могу да сейчас где здесь отступить отделиться территории нейтральный вот вот теперь я могу отступить за 5 исследований ближайший город вот он вернулся что пусть стоит восстанавливать так здесь у нас ребятки время атаковать это глупость естественно можно конечно их пойти отправить вот с этими разбираться тварями ну блин у меня там замок останется без прикрытия нужно еще одна армия короче говоря потому что я вижу так собираем рыбку на эту территорию собираем рыбку на эту территорию так и около екатеринбурга а вот они к нам сюда и поперлись кто это вообще такое то что типа вождь варваров вот откуда они появляются то есть вот у меня как бы хаос не накапливался в этом плане сегодня должно было быть короче говоря надо надо что-то делать с армией она что-то делать с армией давайте-ка екатеринбург издание все построены давайте-ка делать какую-нибудь армию аркибуза атака 26 оборона 26 здоровье 50 я просто думаю опять же кого кого получше сделать рыцаре атака побольше но барона похуже и здоровье норм боевой дух тоже чуть получше чем от драгун отличается тем что барона 34 до здоровье 50 ну понятно ладно давайте что-то типа вот такого такая же можно даст порядке ставить только на на 2 вперед да больше нельзя так но вот это эту армию в принципе что с ней можно сделать мне можно наверное чуть прокачать ну как армию это просто условно говоря гарнизон давайте-ка отправим в сторону тобольска понятное дело что до века бы сразу же 38 недовольство блин а это плохо на самом деле нет давай-ка вернемся блин от с одной стороны жалко что сейчас будут вот это всем не разрушать а с другой стороны надо как бы положение вещей как бы контролировать до чтобы они там не бунтовали сильно так хорошо давайте посмотрим что у нас по городам значит в перми все ок в ставрополе все кроме гигиены все кроме гигиены так а мы тут у нас не туда здание это большая плантация я имею ввиду здание которое отвечает именно за гигиену да вот она мусорная куча улучшенная блин клеточка конечно хорошая . наверно хорошая так ну блин ну давай вот здесь вот тогда сделаем мусорную кучу замечательно видите сразу 200 процентов все требования до закрыли так а сто пятьдесят три потребности процентов тут 162 по еде надо короче говоря здесь что-то с едой сделать так вот здесь охотничий лагерь не был построен давайте его построим сильно это нам не помогло на сколько я смотрю сильно не помогло кстати но на живот же есть а здесь все обработано здесь у нас все обработано вот здесь утоление не обработанное давайте тоже это сделаем чуть славенько она растет 168 всего славенько конечно каменная работа и обработка металла текстиль скриптории ну все на самом деле пока что и тут ничего уже не смогу сделать буквально вот только на охотничьи лагеря хватает их надо где-то строится теперь у нас сейчас идет по плюс 15 да хорошо так здесь тогда пока стоим ну и так вот сейчас будем заканчивать посмотрим что будет делать римлянина чтобы сделать варвары и вообще в целом так здесь золусы видимо мне помогают с варварами вспомогает с варварами так и я кстати не посмотрел сколько у нас там амчиков дипломатик накопилось ну вернее не то что не посмотрел я забыл посмотреть здрасте приехал о-хо-хо а ну это же гарнизонные войска да они в принципе линда тварь ты тупая станет на их городов нам кажется сейчас самое подкачь время для заключения связи между нашими народами даже не представляю что может заставить вас отказаться союз китаем попробуем числе посмотри как это работаю призыв на войну в узкой период с нами условия наших союза давайте убедимся против общего врага я надеюсь это не автоматическое объявление войны автоматическое объявление войны класс господи какая тупость на тебя я с ним союз вступил но я не знал как это работает ну блин это это на самом деле глупость то есть блин я бы даже сейчас загрузился на самом деле ну то есть насколько я помню союзы в той же цивилизации всегда работали так то есть если он воюет мы заключаем союз как бы я автоматически не вступая ни в какие войны ну то есть мне вот эти вот лишние войны не нужны давайте реально грузонем все чисто я хотел посмотреть как это работает так это у нас сейчас а почему на 170 а чё у нас автосейв это нету или что подожди автоматически у нас ничего не сохраняется чинчего тебя тут вкладочка диапазон перехвата воздушных сил появилась любопытно ну ладно давайте грузонем начало серии лол не правда чё автосейвы куда делись то сейв же каждый ход должны по идее создаваться разве нет блин ну это это реально тупость это реально тупость то есть в циве я такого не припомню в циве можно было заключать союзы но если как бы уже там какие-то войны велись то ты к этому не причастен был абсолютно тут какая-то хренатень да выглядит конечно странно наверное для вас то что я в такой ситуации загружаюсь но опять же это первое прохождение как бы я без понятия какие тут механики звучит как оправдание на самом деле честно сказать звучит как оправдание так ну хорошо о чем тут делали самом начале ну естественно я щас тюмень не буду ничего прикрывать это все понятно единственно что вот мы в санкт-петербурге что мы тут делали я вот это вот повысил и собственно говоря это все что я сделал вот давайте тогда завершаем ход с китаем больше в союз не вступаем ни в коем случае ну конечно смешно сейчас варвары не появятся нет они все-таки появились нет я правда не совсем понимаю вот что эту игру так сильно нагружаясь что вот тут не так много цивилизации и все равно вот видите как уход сдается очень очень тяжело очень тяжело это кстати говоря к вопросу о том что помните да были времена когда люди говорили вот цивилизации фиговая графика какая она ужасная и отвратная какая она не детализирована какая она мультяшная в итоге там все нормально было в этом плане так ну ладно понятно здесь нам тут нападали уходим на нейтральную территорию возвращаемся на нейтральность но в это все понятно понятно битвы здесь прошли здесь тюмень потеряли хорошо так да около екатеринбурга здесь сети ходят бродят я начал строить архебузу драгуна так вот так здесь повышать ничего не буду это неинтересно так что дальше давайте смотреть здесь тоже остаемся на месте никуда не идем здесь лодочку отправляемся к начинаем добывать еще дополнительно рыбку в ставрополе мы с вами делаем библиотеку получать знания так можно завершать ход но я там по моему еще что-то делал на еду и на еду на гигиену вот здесь вот вот в этой точке мусорную кучу сюда замечательно так что еще что еще вот это кстати говоря давайте может улучшим до большой плантации до еды будет еще больше еды будет еще больше а здесь у нас не обработан охотничий лагерь и вот здесь по моему тоже а сейчас уже не хватит чтобы это сделать хорошо да кстати у нас дипломатия набралась поэтому давайте вот с греции собственно говоря где у нас открытие посольства плата 100 золотых опыт дипломата дипломатии 30 сообщение отправлено то есть она прям вот вот создастся то есть мне больше ничего не требуется от меня хорошо принятие религия эти религии кстати тоже наверно нужно было бы сделать так добавить лечейка внутреннего экспорта это не то что мне в данный момент необходимо культуры у нас идет плюс 10 все хорошо тут надо 125 копить тут идет 13 ход нормально принципе ладно так ход завершаем смотрим что будет происходить если там кто-то что-то будет предлагать мы естественно будем отказываться вот а да надо еще выяснить по поводу автосейвов что-то мне это не понравилось как-то знаете ли что-то мне это не понравилось перри перри я ну вот а если прям ну реально такая ситуация снова произойдет что я что-то сделаю не так не зная об этом ничего ничего с этим делать будем тобольск атакуют тобольск держись так нет отклоняемся тестом предложения не скажу что дипломатическое отношение между нами невозможно но сейчас них нет смысла а ну спасибо что хотя бы вернули кстати очки дипломатия не вернули деньги вернули очки дипломатия не вернули ну ладно как бы окей так кстати говоря а это римляне атаковали то римляне атаковали а вот такой вопрос а в перми то что строится а и как раз таки цитадель в перми строю ну ладно так победа 80 процентов сколько у них там сила 246 у меня 339 лучше легкий урон давайте атаковать а 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 так у них там вроде пушка одна осталась такой я вроде занял то есть уничтожил вроде как победа так давайте значит подкреп и сделаем призыв резервов это что она этого сны и здоровья полностью до армии на дружеской территория хорошо кстати говоря здесь вот армия было куда она делась непонятно как говорят напомним напомнили мне в комментариях предыдущая трансляция что если я не хочу допустим при победе занимать вот эту клетку мне нужно просто с контуром атаковать ну а давайте немножко тут прикроем перь непонятно какая-то фигня происходит так или все таки так вот сделаем так ну а здесь выбранная армия получает 0 процентное снижение атаки и защиты несколько ходов 0 написано не понимаю я нажмите control км что поставить напоминание а типа это можно на следующих ходы делать напоминание как бы ставить себе она все равно ее плечу эту армию маленько лишним не будет от чего за здание такое особняк ладно так а в перми то что-то уничтожили или что почему здесь с едой стало хуже не знаю может конечно из-за того что город здесь был немножко под уничтожим скажем так так надо здесь еще вот сделать вот такую прокачку чтобы дан на следующий ход недовольство не росло так санкт-петербурге доделали памятник так и при этом однократное расширение границы да мы с вами получили санкт-петербурге расширить границы или нет визуально не совсем понятно наверное да так здесь недовольство не растет хорошо давайте думать что будем делать дальше чтобы не делать дальше казна это у нас достаток студия мастерская это здание роскошь но это 7 ходов надо зажигать ну что ж мы готовы это подождать потому что нам нужны знания так что у нас здесь то есть я правильно понимаю что вот смотри что если вот я поставлю напоминание то есть когда вот она достигнет нужного значения то мне как бы скажут о том что да о том что накопилось но нужно количество очков и типа можно там что-то делать скорее всего так кстати говоря у нас посол то остался в графинах или как вообще посла отправил своего где он у меня сидит я не знаю где он не сидит так подожди столица региона дельфы и планете доступна через три хода ну не знаю чё уж они там делают или не делают так а на эти штуки тоже можно ставить такие вот да можно дает когда 125 ну посмотрим как она работает на самом-то деле деле посмотрим так но все-таки давай следующий ход наверное так у меня екатеринбурге до войска строятся кстати давайте проверим что у нас тут было тут видимо моего до уничтожили это хорошо так вот это здание нужно восстановить обязательно она не валялась у нас без дела ставрополь растет а спермию ну видимо замковый город что через какие-то улучшения ладно давайте кстати даешь хотел про авто сейвы посмотреть от сохранения есть через каждые несколько ходов то есть возможно просто возможно она просто не сохранилась но она хорошо как бы чё хоть дальше напрягает мне конечно что что восточная граница у меня щас не закрыто скажем так так ну вроде рим закончил свой ход и это особо ни к чему не привело так что у нас тут так ребята давайте возвращаетесь обратно там там что ходит бродит тут мы армию повстанцев зачищаем так здесь у нас аркибуза появилась первое хорошо драгун строится так аркибуза пока стоит предлагают не завершить ход так тут еда пошла по 170 70 сколько здесь ходов еще ждать но на следующий ход то есть получается смогу восстановить город восстановить так то точно нет разрушенных клеток которые могут каким-то образом негативно повлиять вроде как нету вроде как нету что тут с населением а ну да здесь нужно короче построить города чтобы город дальше продолжал основной развиваться намного быстрее чем сейчас это делает так что у нас здесь здесь город нормально растет но можно конечно же лучше можно конечно же лучше так у меня эта клетка обрабатывается или что так не подожди эта клетка не обрабатывается еще ничего не к тому же не сделано было надо обязательно что-то сделать и обязательно это сделать большую плантацию правильно понимаю что тут тоже можно вот так вот себе уведомление оставить посмотрим как это работает очень интересно будет взглянуть так смотрим еще раз с его побеждения нету довольно странно но так пять ходов у нас машиностроения и ходов машиностроения до следующий ход смотрю я на пермь и вспоминаю что я хотел в кнайтсу фона 2 сделать еще одно прохождение именно за пермь потому что пермь это одно из самых там сложных таких государств тваря или он придется восстанавливать вот как знал что было возвращаться снесли мне мой фрапост сушную в целом они чем меня сильнее да получается до 304 у них там сила ты реально запарила уже насколько можно то так если выходить с ними в бой то победит ничья сто процентов только чё толку то от этой ничьи так здесь стоим здесь у нас тоже какие-то войска тоже на их или чё а давайте кстати вот это и вот этих ребят поведем сюда верно и так ставрополь доделал я библиотеку кстати можно за два хода сделать однократное расширение границы блин но это вот это займем займут клетки мне все-таки нужен блин наши первопроходцы строят ван посты а вот она работает кстати напоминание на небольшая плантация подожди а я думал он блин на место как-то тебя отправят а ну вот она да большая плантация получше только это все равно как-то на него ставить разрушенный город блин да просто я не накоплю тогда вот это вот все чего-чего цель должна типа находиться на дружеской территории кстати заметили как у перми вот вот это вот получается граница отлетела то есть вот эти же клетки тоже были ну то есть города то города можно построить как бы либо на своей территории либо на одну клетку за своей территории а сейчас у меня как бы вот этой территории как будто нету ладно тогда чё я не знаю тогда давай первопроходца делать снова не знаю второй армии вести не вести к наверно трогать не буду достойте на месте так предлагает завершить ход тогда вот создать творца я не напомнил так у меня творец есть ставрополе есть екатеринбурге а вот в санкт-петербурге творца почему-то нету произведение искусства или культурное течение еще культуры а это бустануть культуру до сразу же стоит новый товар произведение искусства надо это роскошь и про и плюс одно производство это чё у нас острый по иностранному импорту то много чего тут уже появилось кстати говоря может нам реально что-то на знание брать базовая цена 2430 не написано у кого мы конкретно это типа берем все эти штуки а можно что-нибудь на типа на науку только задешево ну нет как раз таки вот наука знания до больше всего стоит а это книги кстати говоря между прочим и какая-то аналитика тоже вот плюс две науки дает на стоит это все 24 и 30 то есть сумме 50 то есть у меня даже я ничего из этого купить не могу потому что но мне просто текущего дохода не хватит это все обслуживать к сожалению к сожалению не хватит так ну с едой тут по-прежнему все не особо можно конечно вот эти вот клетки обработать кстати вот можно кухню поставить мясо оливки или сахар превращаются в x10 еда x4 роскошь производства в санкт-петербурге то я так понимаю да мясо имеется чё тут чё тут еще раз она это вот наверное вот и есть что-то типа деликатеса то есть вместо того чтобы обычно здесь охотничий лагерь делать мы здесь поставим кухню на следующий ход тоже вот я поставлю себе напоминалку чтобы это обязательно сделать так собственно пока что все давайте следующий ход смотрим чурим будет делать и короче надо успеть сюда притащить моего первопроход снова здесь короче поставить аванпост римлянину не давать спокойно жить в лесу хорошо в лесу барона лучше на есть он честно пойдет главное чтобы он вот сюда не напал да тварь ты такая ну сколько можно с тобой воевать то один подкидывал а вот то есть он просто меня типа проигнорил у меня типа просто проигнорил и прошел ладно так что тут серьезная прям выглядит вот эта армия естественно выглядит серьезно мучил уже в конце концов так тут у нас ничья получено урона средний я получу урона прилично так щелкните атака без передвижения вот давай атаку без передвижения сейчас буду использовать мне это не надо все отлично забываем восполняться так чего в перми опять не так здесь будет падать растет недовольство непонятно тоже эту штуку я могу за деньги сделать 369 стоит поэтому не смогу я это сделать ну здесь естественно поражение 100 процентов если я попытаюсь про атаковать поэтому атаковать мы не будем екатеринбурге драгуна доделал здание пока что здесь смысла ставить но в смысле нету никаких зданий на постройках кстати через ход машиностроения у нас изучится так что наверное там же какие-то здания точно появится до новым к давайте-ка вспомним да здесь лесопилка улучшением идет еще больше можно производства делать улучшение на добычу глины появится вырубка леса появится кирпичный завод глубокая шахта улучшение и доменная печь во меди или железо превращается в слитки ну чтож я просто армию еще одну собираю так что да давайте вот я пушку сделаю пушку хотел еще поставить так что тут все нормально напоминание пусть едят пирожные а все хорошо товары изобилия дают дополнительную роскошь и достаток роскошь это что это вот те самые это произведение искусства это считается роскошь и какие-то это импортирую коробки или что это у нас палаццо дает культуру опыта искусства кстати говоря есть я сейчас вот это изучу в первую очередь то у меня культура по повысится потому что палаццо у меня по моему отстроены эти проверим это то есть смотри где находится палаццо палаццо не вижу вот она палаццо екатеринбурге точно есть в ставрополе точно есть в перми нету а в санкт-петербурге тоже есть то есть наверное давайте с этого начнем потому что культура и искусство тоже нужны культура лучше росла давайте это сделаем в таком случае сейчас у нас культура идет по 95 95 пошла 12 4 то есть мы сможем быстрее вот эти вот очки набирать вот здесь всякие штуки делать допустим принудить римлянина к миру можно будет сделать вот потому что он задал бы так давай-ка еще раз я проверю и слушай нет автосейва почему нету и нету хотя по идее должен быть сохранение есть так ну ладно что делаем что делаем давайте тогда конец хода у нас на исследование есть вот захват территории 63 слушай давай тогда я не знаю к этому городу тянутся потихоньку какие есть еще у нас варианты тут как бы нам захватывать забирать что-то ну смысла особо нету пока что на текущий момент времени да давай сюда тогда потому что автоматический захват территории но он тут явно не скоро произойдет давайте немножко нашу границу расширим так здесь у меня раньше работает это хорошо а разрушили мне что здесь ну что-то разрушили короче говоря не работает так ладно давайте ходик завершаем об тут клеточки какие-то у нас повысились в смысле расширились это у ставрополя да и енисейска тихонько все это дело расширяется хорошо рим атаковал вот эту армию которая у меня в лесу стояла это хорошо для меня нет ни в коем случае союза с тобой заключать не буду так здесь обязательно ставим ован пост так ну я ван пост естественно чтобы его превратить в замок здесь нужно 38 а тут нельзя поставить да вот здесь почему-то нельзя поставить напоминалку так давайте смотреть тут нас попытались про атаковать так ну смотри а нужно вот этих столичной атакой до вот долбануть давайте вот этих немножко ослабим здесь стопроцентная победа я не получил урона получил урон небольшой урон я какой-то получил так давайте-ка восстановимся маленечко здесь ё-моё ту же пулевая гаубица здесь идет надо за 6 ходов продержаться поставить им короче перемирия потому что он меня очень серьезно обгоняет уже я очень серьезно отстаю но опять же можно с вами это обсуждали что у него уровень недовольство высокий и он каким-то образом играет у него не появляются постоянно повстанцы и я не понимаю когда у него условно говоря происходит просто что-то за гранью невозможного так охотничий лагерь восстанавливаем человек и восстанавливаем так смотрим что у нас здесь здесь стоим пока что в обороне тут чем тут нам рисует поражение нам рисует естественно не без этого если тогда пока что стоим так следование у нас завершено продвинутые мыши строение позволило радикально усовершенствовать работу фабрик благодаря новым машинам выполнявшим работу сотни человек эффективность и качество фабричного производства выросли в розы в разы как коммерческой и так и военной сфере это опечатка естественно так какое нам следующее исследование выбрать бумажная фабрика печатный станок тут 13 ходов текстильная фабрика склады давайте печатный станок будем изучать пока что я все-таки пока я буду придерживаться той тактики что я буду изучать все эти технологии и только потом что будем делать ага смотрите никаких зданий здесь нет новых которые можно строить то есть можно продолжать спокойно в екатеринбурге заниматься производством армии так ну и да 4 бревна превращается в 4 древесины это улучшенная лесопилка у нас тут получается 5 бревен то же самое с кирпичным заводом 3 глины превращается в 3 кирпича у меня тут есть три глины есть одна глина так и боль а более глубокая шахта ну естественно дает чуть больше золота понятно это кто у нас это у торговец к нам идет тихонько кстати говоря по поводу торговца не наверно тоже напоминалку надо здесь поставить здесь наверно на создание творца я поставлю напоминалку так тут восстановление разрушенного города тут на захват территории тут у меня стоит напоминание хорошо так ну давайте чё сделаем чё сделаем да увеличим наверно производство хочешь здесь при молотков на 131 131 133 да у нас получается все работает так но кирпичи естественно вас пока работать не будут давайте здесь поставим глубокую шахту или чем сам петербург чем-то недоволен а чё а кого куда ну так что-то немножко растет недовольство я правда сейчас пока ничего сделать не смогу я же хотел здесь по моему поставить кухню да хотела это сделать так винокурня это нужно виноград мельницы это нужно пшено лен так ну окей окей так здесь здесь и разы охотничьего га не ставил не ставил давайте сделаем правда сильно погоды тоже не сделает ну пусть будет так это что получается 31 30 но очко улучшений а как раз мне на кухню хватит на следующий ход то есть сейчас главное ничего не улучшать и даже не пытаться это делать хорошо это что означает этот стрелочка типа подойти к нему вернуть его домой или что видимо так так екатеринбург не активен так что что и тогда еще сделаю кстати говоря увеличил количество производства но по-прежнему войска вот тут не сильно быстро достроиться судя потому что я вижу так аркибуза это у нас пехота дальнего боя кого рыцари это у нас пехота ближнего боя против стрелков а драгуна как раз таки против кавалерии противника пушка против чего против оборонных юнитов х3 против против Beaune это линия так но слушай я не знаю а принципе давайте пику наверное сделаем и добавим еще наверное рыцаря может быть нет наверное сделаем пику и добавим еще наверное арки бузу вот так вот и потом поглядим чувствуете можно будет поделать так ну все хорошо да и надо еще запомнить что нам строительство нужно 35 накопить и тогда все будет замечательно приказ прекрасно ладно друзья давайте на этом мы с вами на сегодня серию закончим вот с римлянином будем разбираться в следующей серии надеюсь он сильно куролезть у нас не будет кстати да я вот забыл про вот эту вот штуку вот эту вот штуку да вот то есть как бы эта помощь у на строительстве это именно в перми да получается теперь меня раза мясо добываю но чисто даже вдове к терембург возьмем я могу делать деликатесы у меня тут тоже есть мясо что для подожди до мяса у меня это имеется мясо у нас имеется хорошо че еще можем делать могу делать муку да потому что тут есть зерновые могу делать масло лен оливки так и хлебушек ну понятно понятно как это работает а а могу вот еще и ювелирные изделия до понятно короче ладно давайте давайте на этом закончим большое спасибо что посмотрели не забывайте оценивать комментируйте видео подписывайтесь на канал если еще этого не сделали или оказались здесь первый раз сожмите на колокол чтобы не пропускать выход следующих серий ссылку на плейлист прохождением не линия вы найдете в описании под видео на сегодня это все у микрофона был хью до новых встреч увидимся и пока пока